Оперативное совещание в правительстве в минувший понедельник было кратким как выстрел. Ощущалось, что все участники, включая Радия Фаридовича, были уставшие после Питерского форума, охрипшие, какие-то простывшие, Хабиров кашлял. В общем, решили все это дело сократить и всего лишь 55 минут потребовалось правительству республики Башкортостан, чтобы обсудить текущую ситуацию. Радия Фаридович На самом деле это абсолютно недостоверная информация. Официально было заявлено о росте ввода жилья в республике Башкортостан на 10,84%, но, видимо, Радий Фаридович привычно накинул 30% своих на эту статистику. При этом надо понимать, что рост ввода жилья произошел во всех практически регионах Российской Федерации, а в ПФО мы занимаем последнее место по этому приросту. Например, в Новгородской области это плюс 21%, а в Татарстане и вовсе плюс 31%. Соответственно, тут, конечно, особенно кичиться нечем, да, и еще и к тому же, немножко исказив цифры в свою пользу. Первым докладом на оперативном совещании был, конечно же, доклад с подведением итогов посещения Петербургского экономического форума. Первый вице-премьер правительства Муратов Рустам Хамитович, как ответственный куратор всего этого мероприятия, доложил о итогах события. Ну, в частности, снова прозвучала цифра 31 соглашение на сумму свыше 65 миллиардов рублей. Рустам Хамитович сообщил нам о том, что экспозицию Башкортостана посетило более 5000 человек. Кроме всего прочего, Республика Башкортостан становится пилотным регионом с федеральной поддержкой промышленных кластеров. Правда, до конца непонятно, что это такое, но некая сложная система софинансирования и поддержки этих проектов. Про пятое место в рейтинге ОСИ говорили особенно с придыханием, потому что это действительно некое достижение и вызывало сомнение, что мы удержим это пятое место, которое на самом деле пятое-девятое. Ну да ладно. Пробежались и по крупнейшим проектам, которые были намечены на форуме. Это инвестиции Дома РФ 21 миллиард рублей, это производство катодной меди 13,5 миллиардов рублей, и тот самый Амкадор, белорусская дорожная техника, которая будет у нас производиться, и в это предприятие планируется вложить порядка 2,5 миллиардов рублей. Будет создан какой-то евразийский экономический центр из семи регионов. Правда, тоже непонятно, что это за контур, но будем посмотреть. Конечно же, показали красивый ролик с этого питерского форума. На ролике мелькали большие начальники, которые все-все в один голос хвалили Башкортостан и говорили, насколько это благостная и замечательная территория, куда нужно обязательно принести свои деньги, где они очень здорово могут вырасти и дать хорошую прибыль. Прямо скажем, неосмотрительно акцент был сделан на участии в башкирских событиях форума президента Казахстана Такаева, и Ради Фаридович с ним встретился. И Такаев, значит, там что-то про Башкирию сказал. И про башкирско-казахстанские отношения тоже очень тепло высказался. Но мы же понимаем, что последний демарш президента Казахстана на Петербургском форуме, когда он заявил, что Казахстан отказывается признавать независимость вот этих сепаратистских как бы государств ЛНРов, ДНРов, вот этот демарш, он перечеркнул практически все последние достижения в отношениях между Казахстаном и Россией. А тем более поставил под вопрос все вот эти судорожные усилия Хабирова задружиться с соседями. В общем, теперь, конечно, наверное, Казахстан будет подвергнут обструкции. Выяснится, что там тоже, наверное, какие-нибудь казахские фашисты имеются в степях. Не знаю точно, какая будет фантазия у наших пропагандистов. Но сам факт того, что отношения с Казахстаном, конечно же, развиваться должным образом в ближайшее время не будут, он абсолютно для меня непреложный. И, соответственно, все вот эти наши бесконечные поездки на Бешбармак, пожалуй, что были даром. Надо понимать, что главным результатом и активом Петербургского форума стала, конечно, вот эта краткая трехсекундная похвала Владимира Путина в адрес Башкортостана. Это все, что смог извлечь реально, на самом деле, на данный момент Хабиров из этого форума. То, что касается непосредственно экономических последствий и эффектов от этого форума, мы еще посмотрим. Как говорится, это у нас все впереди. Но, в целом, конечно, это примерно так. Хабиров, выслушав Муратова, не применил похвалить самого себя за удержание пятого места в рейтинге ОСИ. Сказал, что это было очень непросто. Я верю, действительно, убедить ОСИ дать нам пятое место было, на самом деле, непросто. Особенно на фоне тех резко испортившихся отношений с ведущими игроками, которые, как говорится, нажил сам дорогой Радий Фаридович. Далее оперативка покатилась более-менее по наезженным рельсам. Им последовал доклад министра здравоохранения Айрата Рахматулина о эпидемиологической обстановке. Как теперь это называется? Слово COVID мы теперь больше не говорим. Статистика составила 289 тысяч заболевших за весь период пандемии. 117 человек сейчас находятся в больницах с COVID-19, что действительно очень немного. Снижение заболеваемости 33% в месяц. И смертность стала снижаться на 3% в месяц. Айрат Рахматуллин с гордостью заявил, что мы все еще лидеры по вакцинации. И 106% от подлежащих вакцинации в Башкортостане привито. А это ни много ни мало 2 миллиона 645 тысяч человек. Далее последовал обзор проблематики республики Башкортостан. То есть анализ госпожи Прочаковской тех обращений, которые как будто бы к ней приходят и которые она как будто бы обрабатывает. Собственно, в этот раз она просто скопировала все то, что было на прошлой неделе. Один в один я специально проверил список. Приоритеты жителей Башкирии не изменились. По ее мнению, на первом месте дороги, на втором месте благоустройство, далее социальная защита, ЖКХ, медицина, общественный транспорт, образование мусор, строительство и на десятом месте какая-то там безопасность. Как заявила сама мадам Прочаковская, количество обращений неуклонно снижается. Причем в этот раз у нее на этой неделе количество обращений граждан снизилось на 25%. Ни много, ни мало. Но того и гляди, вообще перестанут Елене Анатольевне звонить граждане. И, кстати, правильно сделают. Потому что на самом деле вся эта имитационная система, выстроенная госпожой Прочаковской, она действительно очевидным образом начинает увядать. Уже надоело, уже не работает, уже является очевидной профанацией. Ну, так что уж там ей тогда и звонить. Минус 25% за неделю, это, конечно, цифра угрожающая. Ну, как обычно, Прочаковская объяснила, своим языком, как говорится, своими словами, почему вообще что-то интересует граждан Башкортостана. Это, как обычно, было очень смешно. Потому что в ее изложении, например, важнейшая проблема ЖКХ для жителей республики. Благоустройство. Очень много просьб косить траву. Ни стоимость, повторюсь, стоимость услуг ЖКХ, ни качество услуг ЖКХ, ни нарастающие отключения аварий. Нет, именно вот неискошенная травка. Вот она больше всего беспокоит и будоражит умы жителей республики. Собственно, в реальности, конечно, все немножко по-другому. Особенно то, что касается, например, вот этой транспортной проблемы. В прошлый раз Прочаковская нам рассказывала, что вся проблема в том, что люди не могут на Кашкадан приехать. А на самом деле люди взбешены той информацией, которая пошла по этому Кашкадану. Они видят, как потихонечку шевелятся доски на этой набережной и понимают, что миллиард рублей, который был закопан в этот Кашкадан, и, как помните, Радий Фарич сказал, 40 тысяч грузовиков в грязи вывезли. В общем, вот все это вместе на фоне раздолбанных дорог в том же самом Сипаилово, на фоне невозможности уехать из Сипаилово и приехать туда нормально, по-человечески, вот это все людей дико бесит. И то, что, как сказала Прочаковская, добавили маршруты туда, ничего подобного. Никакие маршруты не добавили. Просто продлили время действия этих маршрутов, там, на час, на два. Увеличилось время, когда автобусы ходят по этим маршрутам. Никаких новых маршрутов не появилось. Если она так докладывает ради Фаритовича, то это очередное тоже наглое вранье. В следующем триедином докладе ЖКХ, дороги и чрезвычайной ситуации я отмечаю какой-то совершенно катастрофический уровень образования у всех троих министров, выступавших на эту тему. Двое из троих просто-напросто грубейшим образом нарушали законы математики. И мы сейчас об этом поговорим. Ну, а третий, по-моему, просто потерял память и не стал сообщать о том, о чем нужно сообщать. Ну, давайте по порядку. Первым, как обычно, был Марзаев, который сообщил нам о девяти отключениях в городе Уфе ресурсов, отключениях свыше восьми часов. Количество этих отключений нарастает. Далее он заговорил про ремонт междворовых проездов. Так вот, Марзаев заявляет, что 100% дворовых подъездов, то есть проездов, извините, тех вот дорог, которые у нас идут между домами и внутри дворов, 100% этих дорог им оцифрованы. И найдено 4341 дефект, из которых 3920 уже устранены, и осталось там 421, которые в работе. То есть 90% проездов внутри дворовых территорий отремонтированы Марзаевым. Вот теперь стоп. Отматываем на неделю назад и снова смотрим, что там было. Неделю назад тоже было 100%, однако на 96 ям было меньше, 4245, но тем не менее были те же 100%. По состоянию на 12 июня текущего года все участки дорог во дворах оцифрованы 100%. Всего выявлено 4245 дефектов на общей площади 12 720 квадратных метров. Из них устранено 3763 дефекта. Выявлено 4341 дефект дорожного полотна на общей площади 12 843 квадратных метров. Из них устранено 3920 дефектов. То есть каждую неделю мы оцифровываем 100% и отремонтировали 90%, и вот прекрасно-прекрасно. Теперь выходим во двор и смотрим вокруг. Можно, особенно в Сипаилово, это прямо чудо. Ну и на Софье Перовской 11, и на многим-многим адресам это прямо чудо-чудное. Но почему цифра 100% в абсолютном выражении это меняется у Морзаева? Тут вообще абсолютная какая-то ну такая небрежность на самом деле. То есть складывается ощущение, что иногда им все равно, что говорить, какую цифру называть. Ведь перед лицом, перед ним лежит бумажка, и на экране тоже цифры. То есть ошибиться там довольно сложно. Суть по всему, вот таким образом готовятся эти материалы к оперативкам. И самое печальное, что здесь можно предположить, что им глубоко наплевать на то, что мы скажем и думаем о том, что они нам рассказывают. Вот что плохо. Хорошо. Дальше пошел Булышев, у которого, значит, 69 ДТП за неделю, 74 пострадавших, 8 погибло. В общей сложности, по словам Булышева, погибло 141 человек в этом году. Запоминаем цифры. 8 за неделю, 141 за весь год. Но на прошлой неделе он нам сообщал о погибших в количестве 132 человека. Погибло 132 человека. Это на 14 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 141 человек, что на 15 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если 132 прибавить 8, то получается 140. А у Булышева 141. Вот то же самое. Даже не потрудились сложиться, отнести вот эти вот цифры прошлой недели и цифры этой недели. Кто готовил доклады? И кто их читает? И зачем? И почему? Вот большой вопрос. И тоже напрашивается такой вывод, что этим ребятам глубоко наплевать на то, что мы подумаем, или какие выводы сделаем, что мы о них думаем. А не власть им наплевать на нас. Вот главный вывод вот этих двух докладов. Потому что 100% начинают расти и меняются в цифровом выражении. 132 плюс 8 становится 141. И глубоко наплевать. Я нисколько не сомневаюсь, что оба этих человека достаточно образованы, чтобы сложить 132 и 8. Но им действительно наплевать на то, что мы о них думаем. Ну и в конце Фарид Рифович Гумеров, который ни слова не рассказал нам о разлившемся нефтепродукты в реке в Башкирии, о взрывах на одном из салаватских заводов и с погибшими. Зато он с восторгом рассказал нам про 11-й гуманитарный конвой, который он отправил в это самое сепаратистское ЛНР. У нас МЧС занимается исключительно ЛНР. Наши проблемы их не интересуют. Взрывы на заводах и разливы нефтепродуктов их, видимо, уже не колышат. Вот такая вот картинка у нас с дорогами ЖКХ и ЧС. Следующий вопрос оперативного совещания был о предварительных итогах переписи населения 2020 года. Руководитель территориального органа Федеральной службы статистики Крам Мухаммедович Ганиев поведал нам об этих первых результатах. Собственно, речь шла только о гендерном составе и численности населения. Опять и настойчиво нам доказывают, что население Республики Башкортостан резко выросло за последнее время. За 10 лет оно выросло на полпроцента и составило, по словам господина Ганиева, 4 миллиона 91 тысячи человек. И численность эта довольно существенная, опять-таки, по мнению Ганиева. Это седьмое место в Российской Федерации по количеству населения на один субъект. В целом, в России, по мнению наших статистиков, население составило 147,2 миллиона человек. В Республике Татарстан с ехидностью подметил Акрам Мухаммедович только 4 миллиона и 5 тысяч человек. Далее определились с гендерным составом. Женщин у нас 52,8%, мужчин 47,2% соответственно. Разрыв довольно большой. Городское население в Российской Федерации составляет 61,8%, соответственно, сельское 38,2%. В общем-то, вот это все пока по предварительным данным переписи населения. Мы помним, что Хабиров пару недель назад поторопился сообщить эти цифры до того, как они были объявлены. Официально очень большой вопрос к этой статистике. Во-первых, перепись 20-го года, конечно, проводилась весьма странным образом. Очень разными способами извлекалась информация. Это было и добровольное заполнение анкет, и хождение по квартирам, и всевозможный сбор информации через домовые книги. Достоверность этой переписи, по оценкам специалистов, самая низкая с момента начала вообще проведения переписи в России, с момента, когда Иван Грозный провел первую перепись в Российской империи. В России качество сбора информации ниже некуда. Эти данные не вызывают абсолютно никакого доверия, хотя бы потому, что официальные же данные самого Росстата говорят о том, что в 2018 году в Башкирии было население 4 миллиона 63 тысячи человек, в 2019 году 4 миллиона 51 тысячи человек, в 2020 год 4 миллиона 37 тысячи человек, и в 2021 год 4 миллиона 13 тысячи человек. Предположительно, на начало 2022 года население составляло 4 миллиона и одну тысячу человек. Откуда взялись вот эти дополнительные 90 тысяч человек? Ну, мне, например, понятно откуда. Их просто нарисовали. Так же, как на выборах рисуют результаты, так же здесь нарисовали вот эту численность. Потому что она очень нужна была Хабирову, прямо по зарез. Я помню, как чем-то шуршали во время этой переписи, не помню, бумагами или купюрами, но шуршание это, видимо, возымело свое действие. Соответственно, вдруг увеличилось на 90 тысяч человек население Республики Башкортостан. Это абсолютно недостоверно, но я понимаю, что Хабирова очень пугает падение населения ниже 4 миллионов. Во-первых, мы станем менее населенным субъектом, чем Татарстан, а это вообще недопустимо для него. Во-вторых, он сам обещал увеличивать население, а оно только падает. Но что делать с ковидной смертностью, которая даже по официальным данным составила 6 тысяч человек? Что делать с рекордной по стране детской смертностью, младенческой, в Башкирии, отъездом молодежи и все ухудшающейся экологией? Что с этим делать? Как можно поверить в увеличение населения аж на 90 тысяч человек за этот период? Ну, никак. Однако эта статистика нужна и, как говорилось в одной классической фразе, есть три разновидности лжи. Это ложь, вранье и статистика. Соответственно, вот мы это сейчас и наблюдаем. Завершили оперативное совещание каким-то странным докладом управляющего региональным отделением Центробанка по Республике Башкортостан. Докладом о повышении доступности финансовых услуг для граждан Республики Башкортостан. Собственно, это был некий статистический обзор деятельности регулятора Центробанка в Республике. Нам сообщили, что на 25% увеличилось количество банкоматов в Республике, на 33% увеличилось количество точек доступа к банковским услугам. Но в основном за счет Почты России, вот в отделениях Почты России и с появлением Банка Почты России, вот как бы охват увеличился по Республике. Однако 27% населенных пунктов, в которых проживает 6% населения Республики, а именно 1256 населенных пунктов, имеют существенные затруднения с доступом к банковским услугам. Республика Башкортостан по этому показателю на втором месте в ПФО и на шестом месте в Российской Федерации, что, собственно, неплохо. Господин Кашапов упомянул о том, что 30% жителей Республики Башкортостан пользуются картой МИР. Ну, вообще, конечно, банковские услуги до недавнего времени, до начала вот этой всей истории с Украиной в феврале, банковские услуги в Республике Башкортостан и в России в целом, конечно, были на достаточно высоком уровне. Мне удалось сравнить вот эти возможности, особенно онлайн-возможности, скажем, пользования банковской системой в России и в других странах. Мы действительно обходили во многом даже некоторые европейские страны. Для многих американцев вообще непонятно, как это можно перечислять по телефону с карты на карту деньги, а у нас это работало. Но, к сожалению, сейчас мы в последние месяцы видим, конечно, резкое увядание эффективности и интенсивности работы банковской системы. Во многом банковские услуги становятся недоступны. Это и кредиты, и ипотека, и многие другие вещи. Потому, конечно, говорить о расцвете банковской сферы в России сейчас не приходится, дай бог, хоть сколько-нибудь сохранить доступность и уровень того, что мы имеем. Начнем хотя бы с того, что мы не умеем делать те же самые банкоматы. И когда они начнут ломаться, как и самолеты, которые вот сейчас стали ломаться и выходить из строя, так же и мы начнем терять возможность и летать, и пользоваться банковскими услугами. К сожалению, это для нас недоступные технологии, которые пока для нас еще и заблокированы. Оперативка должна была закончиться на этом всем благостном выступлении о росте количества банкоматов, но нет, внезапно очнулся всю дорогу дремавший Константин Борисович Толкачев и сделал громкое заявление. Вот прям буквально заявление. Он заявил ни много ни мало о том, что ситуация с реформой оборота твердобытовых отходов вызывает напряжение в обществе. Ситуация плохая, и госсобрание принимает закон об ответственности за неполное либо недостоверное заполнение государственной информационной системы по обороту твердокоммунальных отходов, а также госсобрание инициирует некий форум, на который будут приглашены все участники процесса, имеется в виду все операторы по обращению твердобытовых отходов, все ведомства, административные единицы, муниципалитеты и так далее, и так далее, всех соберут, и Константин Борисович инициирует некое разбирательство в этой области, потому что, как вот он заявил первоначально, ситуация вызывает напряжение в обществе. Соглашусь с Константином Борисовичем в том, что эта ситуация действительно вызывает некое напряжение и непонимание в обществе. Люди не понимают, в первую очередь, почему стабильно растет стоимость вывоза мусора, при том, что качество вывоза мусора не растет однозначно. Нам присылают бесконечные фотографии вот этих совершенно диких мусорных площадок, которые возникают там и сям, либо не вывозятся неделями. Это ужасно. Особенно ужасно то, что творится в сельской местности, потому что там так и не наладилась нормальная циркуляция вот этих вот вещей. Если в центре Уфы еще худо-бедно нет таких вот чудовищных помоек, то чуть-чуть на периферию, там они уже есть. И я не говорю уже о нерешаемости и нерешенности проблемы полигонов. Уфимский полигон работает почти нелегально уже почти два года. То есть там есть масса спорных вопросов, куча документов и предписаний, которые говорят, что этот полигон должен быть закрыт давно. Там много каких-то странных и страшных процессов идет. То есть помимо того, что там творится на самом полигоне, там еще есть и какие-то технологические проблемы. В общем, с этим надо разбираться. Тут я с Толкачевым полностью согласен, потому что реформу запустили, оплату ввели, деньги собираем, а результат пока топчется на месте.